21 февраля навсегда запомнится жителям и гостям Казани. В этот день состоялась торжественная церемония открытия «Игры будущего» – первого международного турнира в концепции «Фиджитл». Официальная часть мероприятия началась с приветственного слова президента России Владимира Путина. Он дал старт международному мультиспортивному турниру. «Игры будущего, сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки – все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений. В том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах». После своей вступительной речи Владимир Путин попросил выступить с парой слов и своих коллег – президента Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Они дали свои напутствие участникам на национальных языках. В день открытия в международном выставочном комплексе «Казань-Экспо» было многолюдно задолго до начала церемонии. Уже в полдень работали многочисленные зоны с развлечениями для посетителей любого возраста. Один за другим появились известные спортсмены и звезды шоу-бизнеса. «Мне нравится сам формат, то есть что спорт совмещается с киберспортом. Я как активный участник киберспортивного движения рад видеть прогрессию в этом направлении. И мне интересно, что могут придумать организаторы дальше». «Игры будущего» – это огромный проект. «По всей Казани висят у нас различные рекламы. И благодаря своему университету я смогла побывать на этом событии. И это действительно круто и новое. Почему бы и нет?» «Мы шоу-команда «Плеймейкерс». Мы никуда не поедем, мы приехали в Казань, чтобы показать данк-шоу с батута». Соревнования проводятся на девяти площадках в разных частях города и на полисе. Ключевая площадка «Игры будущего» – международный выставочный центр «Казань-Экспо». В нем проходят турниры по фиджитал-футболу, баскетболу, скейтбордингу, моба и танцевальному симулятору. Помимо этого, на всех локациях организована зона развлечения и отдыха, где любой желающий может не только ощутить себя непосредственным участником турнира, но и провести время с пользой. Особую атмосферу создают и персонажи, словно только вышедшие из «Дота 2», «Мортал Комбат» и других известных игр. «Есть игра «Дота 2». Я в нее не играю, потому что я очень плохо играю в мобах, но вышло аниме по «Доте». Я его посмотрела, и там появилась в «Марсе» помощница Мираны. И она очень классная, она такая милая, но при этом бицуха-братуха. И гачи мемы и всякие делаю. И мне понравилось». «Это какой-то новый формат данного мероприятия. Вот эта сама новинка, предоставили данный вид спорта, вообще сам показ очень интересен». «Мы приехали с города Чебоксары, приехали участвовать в этих соревнованиях уникальных, которые, я думаю, выйдут на мировой уровень и будут интересны многим-многим миллионам, миллиардам людей». «Обошли тут все. Ну, то, что тут не ходили на виджет баскетбол, не попали еще. Не знаю, получится или нет. А так, много интерактива интересного. Попробовал себя в лыжном спорте. Ну, так, тяжеловато, конечно, раньше на лыжах не катался». Также в рамках игр организованы встречи с известными спортсменами и звездами шоу-бизнеса. Любой желающий сможет лично встретиться с кумиром, сфотографироваться и взять автограф. Расслабляться не стоит. Уже 3 марта состоится церемония закрытия мультиспортивного турнира. Поэтому, если ты еще не застал великое сражение физического и цифрового мира, скорее на «Игры будущего». Карина Саяхова, Кристина Отекина, Николай Осуховский. Универ Новости.